Первое заседание депутатов Ивановской областной думы после летних каникул оказалось весьма насыщенным. На повестке дня 29 вопросов, затрагивающих разные слои населения и в том числе обширную категорию льготников. Законотворцы вынесли на голосование предложение начислять выплаты ветеранам труда и труженикам тыла, а также компенсации по оплате коммунальных услуг отдельным категориям работников соцсферы и иных учреждений сельской местности не ежемесячно, а один раз в квартал. Таким образом предполагается выплачивать и детские пособия. Количество получателей компенсационных выплат возрастает, количество видов выплат тоже возрастает, количество государственных служащих, осуществляющих соответствующие выплаты уменьшается. В том числе губернаторам принято решение о сокращении государственных служащих Ивановской области еще на 10% до конца года. Соответственно для того, чтобы своевременно осуществить начисление всех компенсационных выплат, те ресурсы, которые есть, они сегодня этого делать не позволяют. Депутат от КПРФ Владимир Кленов назвал этот законопроект не иначе, как антинародным и призвал коллег голосовать против. Граждане сегодня живут в глубочайшей, к сожалению, нищете. И у них эти вот деньги спланированы, они ждут или вещь какую-то ребенку купить, или пачку таблеток. Мы сегодня им говорим, отложите, отложите, через три месяца вы получите, но уже девальвированные рубли. Уже ли таблетки будут стоить через три месяца совершенно другую цену? Принимается, коллеги. В итоге 21 человек за, 3 против. Закон принят. Начиная с октября социальные выплаты будут предоставляться раз в три месяца. Деньги будут начислять не позднее 26 числа первого месяца, следующего за кварталом. То есть, например, пособие за ребенка за сентябрь родители еще получат в октябре, а вот уже следующее поступление денежных средств раньше января ждать не стоит. По мнению депутатов, такой подход вполне обоснован. Споров было много по вопросу необходимости принятия этого закона. Но есть ситуация, когда департамент социальной защиты говорит о том, что на фоне растущих выплат и сокращения департамента для правильного администрирования, для того, чтобы граждане не ждали в очередях, чтобы этот процесс шел более четко, им необходимо уменьшить количество сроков вот этих выплат, то есть не ежемесячно производить эти начисления, а производить их один раз в квартал. Это улучшит администрирование в сегодняшних условиях, когда есть дефицит, скажем так, рабочих рук. Что касается размера существующих выплат, то они останутся на прежнем уровне. Предоставлять дополнительные документы жителям области также не потребуется. Любовь Почерникова, Андрей Семеновков, РТВ Иваново.